Друзья, перед началом обзора хочу порекомендовать классный ламповый вейп-чатик, называется Гремсли Гоблин. Крутые админы, шарящие в теме, да, обсуждение и классических девайсов, и обслуги, и терки за современные, да, подики, модики, одноразочки и прочий движ, мемчики. Короче, по кайфу, сам туда заскакиваю по вечерам стабильно, ссылочка в описании, Гремсли, Гоблин, заскакивай, если хочешь что-то спросить у меня или у крутых чуваков. Так, говорим сегодня про новый Filin 2 от компании Nevox с шильдиком Бруско. Оригинальный, да, быстро и максимально неподробно, конечно же, все как мы любим. Оригинальный Filin я брал на релизе, это было года два назад, и до сих пор у меня от него остались только приятные, теплые воспоминания. Это был классный девайс, очень легкий, пластиковый, невесомый, массматовый такой, софт-тач покрытие, текстурой девайса с кнопочкой. И на тот момент был огромный аккумулятор, что-то тысяча тоже миллиампер, по тем временам это было прям круто. Плюс картридж, плюс два испарителя, плюс там регулировались, значит, поворотом картриджа обдувы, не был рычажок, или был рычажок, я уже плохо помню. Регулировка была или нет, напиши в комментах. Но, но, чем, все это понятно, да, там три режима мощности, бла-бла-бла, мы сейчас поговорим об этом. Но, чем оригинальный филин выделялся на фоне всех остальных девайсов на рынке, да и сегодня вся линейка практически от компании Nevox так цепляет, это, естественно, вот этим вот загубником, штуком, дизайном картриджа, вот этим прорезиненное, прорезиненное вот это вот покрытие. Оно мягкое, оно не собирает там следы какие-то от жидкости или там потертости или еще что-то. Короче, пыль, грязь, по минимуму просто. И оно характерно, да, он, картридж вот этот, он характерно и прямо явно выделяется на фоне всех остальных конкурентов, ни у кого. Насколько я знаю, нет ничего похожего, какие-то вариации на эту тему есть, но именно вот резинка сверху, как любят делать в одноразках, например, да, в некоторых очень модно, ну, это встречается. Но именно у самих полноразмерных, скажем так, подсистем такой штуки нет. Сегодня Филин 2, да, это обновленное, обновленное у нас девайс, она вот такая у нас коробочка замечательная, в комплекте нет ничего, даже, кстати, зарядки нет. Ты можешь, я не вру, ты можешь посмотреть комплектацию. По-моему, первый на моей памяти девайс, в который не положили даже кабель для зарядки, понятно, мы им, никто им не пользуется в здравом уме, но, опять же, побухтеть по этому поводу, ай-яй-яй, за что я плачу, не могли за, значит, полцента доллара кабель этот никому не нужный положить. Ну, типа, если это мой первый девайс, ну, если это мой первый, я не знаю ничего, да, я не знал, к чему мне быть готовым, почему не положить вот этот несчастный кабелёчек сразу в комплект, непонятно. Везде кладёте, господи, даже в одноразки кладут, да, сразу, сразу с претензий, да, начал нормальный, нормальный заход, всё, как мы любим. Раз уж про претензии, в комплекте один испаритель на 0,8, это тоже сразу косяк, да, это удешевление, там полдоллара, там полдоллара, в итоге девайс крайне бюджетный, супер получился о цене в конце, но, опять же, если я новичок, девайс рассчитан на новичка исключительно, я неправильно заправил, не пропитал, у меня сгорел картридж сразу же, испаритель, да, всё, вейпы ваши сложно, я не разобрался, я пойду обратно на сигареты. Ну, нахрена так делать, когда надо всегда в стартовые любые девайсы класть два испарителя, один потуже, один полегче, чтобы человек, который первый раз в глаза видит вейпы вообще эти ваши все, он, ну, хоть как-то начал разбираться, понял разницу между тугой и свободной затяжкой, да, и так далее. Вот у меня тут вот был обзорчик на ватрушку Pro, я там тоже сетовал на то, что компания не доложила в комплект 1.2 испаритель, осуждаю максимально. Значит, новый филин стал меньше, стал компактнее, растерял индикацию и заполучил новую, да, это теперь такой лайт бар, он состоит из двух частей, верхняя часть светится у нас и отображает заряд аккумулятора, нижняя отображает мощность, то есть она меняется, очень красивый градиент. Затяжечку сразу, да, это очень красиво смотрится, очень стильно, ну, мне нравится, у меня никаких вопросов к этому нет, очень классное решение, что в одной, как бы, полоске, да, но при этом два функциональных назначения. Регулировка обдува работает, тут же меньше, поворот картриджа теперь ничего не решает, Type-C порт, быстрая зарядка, заряжается быстро, господи, это сейчас стандарт уже для всех девайсов, что мы об этом. О плохом еще. Картридж ужасный, просто вот эта вот резиночка чудовищная, которую невозможно в здравом уме никаким образом открыть и залить, очень не нравится, пожалуйста, компания Nevox, делайте нормальные плотные резинки, которые открываются. Вот, девайс значительно компактнее, значительно легче, при этом он металлический полностью, очень классная покраска, ты можешь видеть, что ничего не облезло у меня за две недели, ничего не содралось, вот, я думаю, что и в дальнейшем с краской все будет топ, расцветки топ, градиенты отличные, мне тоже очень нравится, там и фиолетовые, и синие я смотрел, трогал их и в вейп-шопах, кайф, кайф, и у знакомых тоже пробовал, ноль вопросов. Очень маленький загубник, он стал меньше у филина мини, у филина оригинального, ну и у здорового филина, естественно, они были больше все, девайс был как по толщине, как два таких, но зато мы получили компактность, действительно серьезную компактность, да, опять же, камера, наверное, не передает, девайс супер маленький получился, супер легкий при этом, ну, он ощущается в руке из-за холода металла и качества вообще общей сборки. По дизайну и по эргономике к нему претензий нет, кнопочка Fire блокируется автоматически, ты, если не затянешься, не сможешь ей пользоваться. Тоже кому-то удобно, она такая получилась вогнутая вовнутрь, да, такой покатой формы, то есть, ну, в кармане она никак не нажмется никаким образом, если только не об ключи там, не обо что-то еще. Ну, она заблокирована по умолчанию, поэтому ничего, опять же, не случится. Это классно. Защита, такая защита, ну, без нее бы мы, на самом деле, тоже как-то прожили, ну, ребята изгаляются как могут, придумывают, пихают фичи, раз, два, три, пять, накидали и нормально, авось прокатит. Ну, смотрит, я так понимаю, смотрит, что приживется, что не приживется. Еще затяжечку. Что по вкусу, по качеству испарителей, по сроку службы испарителей? Ребята не стали ничего менять, это стандартные SPL-испарители, мы их видели на филине оригинальном, да, опять же, под надзором бруска испарителей все поменялись с филиновских на бруска, опять же, брендированные, можно найти в любой аптеке, в любом вейп-шопе, на заправке, на парковке, где угодно они валяются мешками, проблем с доступом к расходникам нет у компании, ну, я, по крайней мере, этого не слышал. У нас они есть везде. По вкусу 0,8 очень вкусный, плата отрабатывает явно по-новому, потому что ощущаются и кислые миксы, и сладкие миксы, и ничего не переслащено, ничего не переоромлено, кайф. Но, опять же, по вот такой вот нисходящей кривой через неделю вкус теряется, вкус пропадает, вкус горчит, начинает достаточно, да, жидкость приобретает такой характерный горьковатый оттенок. Это нормально было бы пару лет назад, опять же, когда были филины оригинальные, оригинальные испарители, тогда неделя-полторы-две даже для испарителя было отлично. Сейчас мы уже знаем, что есть испарики, которые живут спокойно месяц, там, по 15 тысяч затяжек, и в ус не дуют, которые живут по 10 смен жидкости за вечер, и с ними все ок. Вот, конечно же, ребятам надо было запуск. Золотое правило от Олега. Записываем. Выпускаешь новый девайс, обновляй линейку испарителей, дружочек. Хочешь сэкономить? Ну, ну ты сэкономил, ну и что? Вот, плата старается, плата меняет вкус испарителей в лучшую сторону. На том же мини, на том же оригинале вкуса было меньше значительно, приходилось нам что-то придумывать. Тут не надо придумывать ничего, из коробки ты получаешь кайфный, сочный вкус. Но ненадолго. Вот такое резюме. Что по цене обещал? Слушайте, в федеральной сети, которая начинается на МОС и заканчивается на табак, 1100. Он лежит, я вот только недавно заходил, смотрел. За 1100 в сегодняшних реалиях, где подики стоят 3-4 тысячи, ну, дружище, это просто сок, это просто бомба. Это убийца, значит, несостоявшегося, вот, по подсказке, миникана. Пожалуйста, посмотри, четвертый обзор на миникан. Абсолютно бесполезная история. Ну и куча ему подобных. За 1100 можно взять сразу два, разного цвета, утром розовенький, вечером серенький, ну и под настроение менять. За такие деньги у меня не может быть просто никаких вразумительных претензий к девайсу. Опять же, добавили бы они еще и спарик, и кабель зарядки, возможно, стоило бы 1500-1800 на релизе. За этот прайс я бы уже, ну, докапывался конкретно. За 1100, друзья, одноразки стоят дороже. О, стоять. За 1100 одноразки стоят дороже, поэтому, ну, блин, к стильному девайсу какие могут быть претензии к металлическому. Все. Всем спасибо, никого не задерживаю. Всем пока-пока.